Хочешь первым получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все. Вуаля. Ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет. Я пришел на мой канал и моим подписчикам. Вторая часть посылки от Рихарса. Коты в мешке с Латвии. Давайте смотреть, что мы получили. Я не ковырялся. Так что будем смотреть вместе. Вот такой вот беленький Samsung. У меня такой есть розовый. Но там, как оказалось, не работает сеть. Если здесь работает сеть, но побито что-то, то можно сделать из двух один. Далее. Вот такая вот Nokia тоненькая. Прикольная. 2630. У меня где-то один такой был телефон, но он не работал. Так. Ох, сколько красавчиков. Дальше. Смотрите. Вот такая вот Nokia. Малюпуська. Эту Nokia делали в Корее. Насколько я помню. Да. Сейчас будем смотреть все с вами. И чтобы вставить симку, она вставлялась вот здесь, ребят. Прикиньте. Я один раз купил такой телефон. Ну как, открыл, посмотрел. Да. Сейчас буду вставлять симку. Лазил, 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 лазил. Потом только втыкнул, что вот здесь у нас вставляется сим-карта. Это, конечно, жесть. Молодцы. Nokia. Прикололись. Далее. Вот такой Samsung у меня уже был. Но у них, блячка, это слайдера, поломанный шлейф. Гляньте, какая балда. Полностью металлическая вот эта вот штука. Он тяжелый. Вот эта ляда металлическая. Камера 5 мегапикселей. Телефон, конечно, монстр. Смотрите. Но на этого монстра аккумулятора, наверное, у меня нет. Может и есть. Он только боком поставлен. А ну. А вы боялись, тетя Мотя? Нет. Вэ, повар. Это кнопка питания. Or not. А ну. Так, телефон включился. Но включился без вибрации. Ну да. Да, скорее всего, шлейф, ребят. Я же говорю. Это блячка всех Samsung. Это их шлейфа. Ну я ж не выдержал. Ну ничего. Найдем. Смотрите, подошел. А подошел, знаете, с чего аккумулятор? Snokie 5230. Которую недавно восстанавливала 3х. Так. Так. Микро. А это зарядка. Отлично. Ну телефон такой болван увесистый. Так. Дальше. 6280, по-моему. Так. А ну смотреть. А ну смотреть. 6280. Все правильно. Не ошибся. У него еще большая. Такой большой лоток под карту памяти. Карты нету. Вот он он. Дальше. Это кто у нас? Алькотель. О, красавчик какой. И смотрите, ребята. Еще и задней крышкой. Это вам не цацки-пецки. Не мелочь по карманам тылить. Это Алькотель. Со своей, короче, батареей. Но если подойдет наша батарея, это будет, конечно, жесть. А если я спалю, то это будет трэш. Как вы думаете? Спалю? Нет. Лучше не буду палить. Проверю по компьютеру его распиновку. А потом уже будем палить. Ха! У этого только увидел битый дисплей. Так вот весь в рябушку. Дальше. Вот такой Вокман у меня был. На нем я менял дисплей. Так, это модель W100i. Ну, у него 100% куда часть снимается. Тут два винта. Я помню, такую я уже делал. У него или шлейф, или еще что-то. Далее. Nokia 6303i, по-моему, так называется оно. 6303C. Классик, неправильно сказал. Так. Тоже красавчик. Дальше. LG. Такой у меня, короче, был. Я как-то получал от кого-то. Или от подписчика. Или где-то я покупал. Короче, где-то он есть у меня. Только где? Где-то, где-то в середине лета. О! Еще черненький. Ха! Братья-близнецы. Смотрите. Хеллоу, хеллоу. Хау ау ю? Май-близнец. Отлично. Вау, красавчик. Смотрите, какой вокман. Ребят. Вот это зверь. Вот это вот зверя. Я смотрел на этих звери. С39-я. БСТ-шка нужна. Но у меня их нету. G. G. 910, что ли. Если не изменяет глаз, который едет на Кавказ. Прикольненький. Ну. 52.30. Только о нем поговорили. Так. Все. Пусто на сегодня. Спасибо, Рихард. Ждем еще посылочки. Так. Ну что. Смотрим, смотрим, смотрим. Под этот аккумулятор у меня уже под рукой. Хач. Джемы. И включаем. Этот GPS. S5230G. Ребята, у меня класс. Я научился прошивать такой телефон. Бордовый, который я вам говорил. Я все-таки его прошил. Хотел похвастаться. Вот он лежит. Буду делать на него обзор. Это 52.30 без всяких букв. Если кому надо, я научился. Скачал полностью инфу. Скачал прошивку. Поэтому, если вам надо, могу поделиться. Я, криворукий, как я себя называю, который сильно много не умеет. Но я с первого раза прошил такой телефон. Обзор не за горами. Так. Что здесь? Ну. Беда этих всех телефонов, как я вам говорил. Это тачскрин. Да. Не работает. Не работает. Тут только могут работать механические кнопки. Видите? Так. И то, чтобы переключить на вибрацию, так же сделать. Но не получается. Он только может заблокировать еще. Что-то тоже клонка блокировки не работает. Но бог с ним. У меня есть программа прошивальщик. С горем пополам я ее скачал с интернета. Теперь на букву G у меня есть специальный сайт по этим моторам. Короче, с этим префиксом G можно будет прошить, попробовать. Кабель у меня родной есть. Шьется обычным кабелем. Сложностей никаких нет. Так. Этот. Что у нас? БСТшка. Тридцать девятая. У нее получается... Ладно. Сейчас мы ее на закуску оставим. Так. Этот вы видели. У него порванный шлейф. Так. Что с этим сосунгом? Сосунгом. У этого сосунга или не работает тачскрин, или нет... У него нет вообще этой штуки. Сим коннектора. Если вы думаете, что я не умею и не знаю термин, я знаю все хорошо. Просто иногда надо повыделываться. Ребята, у него нет не то, что сим коннектора. У него нет даже все выломано. Смотрите, куда батарейка вставляется. Нету клеммников. Короче говоря, тока-тока-тока пойдет на... Если рабочий тач, то пойдет как донор. К чему-то, если будет к чему. Тут стилуса нет. Тут еще и стилус есть. Смотрите, ребят. Хача. Ой, кто-то его кусал как. А ну. Коричневого нету цвета. Может где-то еще им ковырялись. Ну вы поняли где. Не смехно, но про любовь. О, ребята, ребята, акробаты. Банали. С3-С3-0-0-K. Так, громкости. Почему они постоянно отключают громкость? Объясните мне, ребят. Чем она так надоедает? Солит. Телефон. О, еще и код стоит. Ребят, ну зачем вы заморачиваетесь? Так, ну скажите мне. Ну сенсор работает. Тач, то бишь. Фальш-пасворд. А как делалось? Ага. Там эта звездочка. А тут нету ни звездочки, ни решетки. Видите? Чтобы сделать сброс на заводские настройки. Ну тут можно как-то сделать по-другому. Кнопка, по-моему, хоум, питание. Кнопка вниз. Ну че, помучаем старика? Или он выпадет в режим загрузки? Сейчас посмотрим. А ну, раз. Это замок. Раз, два, три. Ёлочка. Гори. Вибрик дернулся. Ну, по-моему, нет. Эта комбинация не работает. Ладно. Будем учиться по чуть-чуть прошивать данные телефоны. Так. Что с этим телефоном? С моим любимчиком. С моим красавчиком. Так. Кнопочка питания, включения наверху. Поехали. Хаджаме. Так. Что у тебя? Дисплей биты. Так. Выкручивал. Или проблемы с дисплеем. Хе-хе. Да что будешь делать? Ждем. Ладно. Не дергаемся. Может включиться. А может и нет. Ладно, ребят. Не пойму. Или с дисплеем, или с прошивкой. Я попробую подсоединить компьютер. Короче. Будет видно, что с ним дальше делать. Потому что так, навскидку, я вам не могу сказать. Компа рядом нет. Так, что с Вокманом. Что, Вокман, что ты нам расскажешь? W100i. Так же, наверное, нет. Сонечка засветилась. Но у нее, если видите, моченный дисплей. Видите? Вот так выглядит мокрый дисплей. Когда на него попадает влага. Не обязательно, что его залили. Как я смотрел в видео, телефон и все это выкидывается. Лежит. Попала влага. Даже через тот же динамик. Впиталась в дисплей. Дисплей тут сделан из таких, как пленочек. Все. Оно впиталось в него. Сим-карты Элегент. Поэтому не обязательно, что его заливали. Вот и все. Не знаю, по-моему, дисплей есть или нет. Буду смотреть. Так. Давайте смотреть следующий телефон. Так. Это у нас Nokia 2630. Ага. Тут короткая батарейка. Ну, давайте пробовать. Может включиться. Может и нет. Ага. Что-то с дисплеем или с прошивкой. Так. А ну, пробуем еще раз. Так. Пытается что-то включиться. Нету громкости и нет подсветки на дисплей, ребят. Ни клавиши не горят. Ни... Опять же, надо читать на форумах, что это может быть. Так. Дальше. Ну, этого мы видели битый дисплей. Включаем. Включаем. А он даже не хочет и включаться. Ха. А, включился. Просто я не увидел, извините. Ну, тут... Если тут только дисплей, тут пару пустяков. Поменять дисплей. Сделать прошивку. И будет работать дальше. Так. Есть такая буква в этом слуге. Дальше. Алькотель. Это на закуску. Дальше лыжа. Как же открыть лыжу, ребят? Вы знаете? Я, например, не знаю. Ага, вниз надо вот так сделать. Опа. И всё. Так, тут лыжная батарейка. Ну, надо искать, опять же. Чтобы не спалить. А у меня где-то была лыжная батарейка. Сейчас глянем. Так, нашёл я батарейку. Ах, хебе. Вот так она выглядит. Какого-то донора снял. Сейчас посмотрим, что с этой лыжей. Лыжа зачухана. Тач. Но включается. Там-тара-там-там-там-тарам-тара-там. Хэллоу, Марина. Хэллоу. 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 Хэллоу, бэби. Хэллоу. Так, что-то оно пропипикало нам. Громко сделаем. Ещё и тач работает, ребят. Ну, это вообще жесть. Так, заходим в настройки. Настройки. Телефон. Шпрэхен. Инглиш. Португалец. Дойчленд. Словенский. Испаньол. Турция. Так, всё, нету. Вот он, английский. Другого языка нету. Английский. Египетский порт. Та, ребята, лесом. Так, ладно. Камера. Работает. Как она фоткает. Она ещё её фоткает, ребят. О, зверёха. Так, что у нас с музыкой? Хочу посмотреть, ребят. О, у нас три стола есть. Есть запись голоса. Секундомер. Класс. А ну, дисплей сеттинг. Девай сеттинг. Девай сеттинг. Порнажина. Секюрити. Резет. Дисплей. А где же громкости? Music. Outrex. Нет, я не знаю, что это, чтобы меня не бананули. Так, а что это у нас? Профайл. Вот он. Normal. Outdoor. Так, Volume. Окей. Ringtone. Sound. А ну, слушаем. Ну, короче, поняли. Работает, ребят. Прикиньте, он ещё и работает. Отлично. Самое главное, что мы нашли на него батарейку. с вами. Ну, и что-то не отключаешь. А, ну да. Так, цены нету. Базарный день. Так, ребята. Ну, и что, давайте теперь нашего любимчика. А у любимчика где-то вот здесь должна быть... Вот почему я в тот раз не мог открыть. Где-то под ноготь должна быть такая фигня. Я не могу её найти, хоть ты меня тресни. Трескать от вас не будем, но всё равно не вижу. Здесь у нас, видите, как сделано по блатному? Кнопка включения, вот она вверху. А чтобы его открыть, вот эту кнопку, вот эту... Надо её открыть. Как её открыть? Откажите мне. Так. Ну, не обессудь. Nokia. Ребят, я не знаю, как её открыть. Вернее, я боюсь её поломать. А, вот она. Господи. Век живи, век учись, дураком умрёшь. Ну, а как она открывалась? Блин, я ещё поломал один... Один шпилька. Надо сверху было открывать. Ладно. Криворукие. Так, только без... Ну что, включишься? Ха, включился. Ну, что подольше со шлейфом что-то. Ну, что я вам говорил. Пикает, но... Это шлейф. И модель называется... Сделан в Германии. Сделан, сделан. 61.11 моделька. А как же он... Ну, так раз... Закрыли. Ну, а открывать как? Короче, надо посмотреть в интернете, как его открывают. Ладно, ребята. 61.11. Лыжа. 26.30. Моделька. 62.80. Два вот таких Самсунга. Так. В конце видео перейдёте и посмотрите, не спеша, фоточки красивые с этих телефонов. Так. Вот такие вот красавчики. Ну, давайте сейчас, наверное, ещё вот этот посмотрю распиновку и запущу вам его. Так, ну что, лабораторник подключил. Поехали. Опа. Стёпа. Питание оказывается вот здесь. А я жму на эту, не посмотрел. Видите, плеер, а вот питание. Ну, включился. Лабораторник заработал. Вот он. Вот он. Цифры прыгают. Видимости ноль. Скорее всего, залиты. Сейчас выключим свет. Да, что-то со шлейфом. Дисплей в каких-то красных пятнах. Сейчас, может, наведу резкость. Так, так, не видно, но я вижу. Красное пятно. Ну, скорее всего, если где-то залиты. Опять же, это надо шлейф, скорее всего. Потому что по-другому не получится. Вот и болячка этих телефонов, которые на шлейфах. Понимаете? Никуда от неё не денешься. Вроде удобно. Сделали хач маленький. Но вот эти шлейфа перетираются и в дорогих, и во всех моделях. Так. Да, ребята, а если бы я подсоединил бы обычную батарейку. Вот смотрите, что делают китайцы. Я, конечно, с них тащусь. Ещё раз не перестаю удивляться. Почему не сделать по евростандарту? Вот батарейка. Она подходит идеально клеммниками. Смотрите. Они сделали сюда минус. Сюда сделали плюс. На стандартных идёт плюс и минус. Вот видите, нокевские. Обычно последние китайские телефоны, на них везде подходят обычные БЛК или Четвёрки или Пятёрки. Зачем заморачиваться? Зачем изобретать велосипед? Я не понимаю. Ну, давайте. Не были бы ни китайцы со своим коронавирусом. Который, оказывается, уже был в России с 2003 года. Если кому надо, я вам сброшу попросить. Я вам сброшу видос. Вчера смотрел я был, конечно, в шоке. С 2003 года этот коронавирус стыняется по миру. И никто его не мог. Опять же, пришёл с Китая. Никто его не может угомонить. Ну что, погнали. Так, лабораторник тыцнулся. Ну, опять, наверное, стопудово шлейф, ребят. Это и к бабушке не ходи. И не надо гадать. Если телефон чпок-шлайдер или чпок-раскладной, это шлейф. Шлейф, шлейф, шлейф. Всё. Не мычить, не телиться. Ну, будем смотреть, не знаю. Так что, что смог, я вам рассказал, показал. Ремонтов у меня собралось очень много. Сейчас буду по мере поступления их выравнивать. Так что, не забывайте покупать телефоны, которые я уже повосстанавливал, чтобы дальше я мог снимать видео. Потому что на вырученные телефонов деньги я покупаю, опять же, телефоны. Спасибо Рихардсу, благо мне он балует, присылает такие классные посылочки. А так, половину приходится покупать за свои денюжки. Ещё одна посылка будет со среды мне прислали. Сейчас она стоит, пока на отстой в карантине. И потом начну снимать. Всё, ребятки, всем, кому понравилось, ставим пальчики вверх. За каждый телефон в конце видео будет фоточка. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok